В Казанском федеральном университете прошел очный этап премии «Арбузовых». Здесь отбираются самые лучшие, самые, скажем таки, мощные работы в области органической, физической элементы, органической химии. Соответственно, есть определенный момент соревновательности, поэтому молодые ученые, которые пытаются реализовать себя в науке, конечно же, стремятся эту премию получить. Отличается ли современная лингвистика от языковой науки в прошлом? Вот сейчас на современном этапе те исследования, которые в Казанском федеральном университете ведутся в области лингвистики, они были удивительным образом предсказаны представителями Казанской лингвистической школы, что очень важно. И в трудах прямо написано о том, что вот такие и такие научные направления, они будут иметь приоритет над другими. И так на современном этапе и получилось. Есть и не переедать. Можно и нужно. Люди, страдающие переданием, у них, как правило, лишний вес. Они страдают ожирением, то есть обычно это видно на УЗИ. Там есть признаки стеатоза, это накопление жира в печени, а также может быть поджелудочная железа. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Медина Ульбекова. В рамках архитектурно-строительного форума «Казаныш» авторский коллектив Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета занял первое место в номинации «Лучший объект реновации» в смотр конкурсе на лучшее архитектурное и градостроительное решение в Казани. Проект был выполнен государственным монетарным предприятием «Тат Инвест Граждан Проект» и обществом с ограниченной ответственностью «Доминант Проект». После участники форума «Казаныш» из Китайской Народной Республики посетили музей истории КФУ. Гостей познакомили с 200-летней историей университета, показав экспозиции музея, насчитывающие свыше полутора тысяч экспонатов. Сегодня мы получили диплом первой степени за реновацию молодежного центра вертолета в Адвералтенской Словоде. Я являюсь там автором проекта, и на сегодняшний день уже идет реализация объекта, и в проекте участвовали наши магистры. В рамках научного лектория «Милмак Сайнс» научно-популярным докладом выступил ассистент кафедры прикладной математики и искусственного интеллекта Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Гарник Абгарян. Он рассказал слушателям о теории хаоса и как работает эффект бабочки в современной научной повестке. Эффект бабочки начал использоваться, его придумал как раз-таки Эдвард Лоуренс, чтобы описать вот это поведение системы, атмосферы, которая очень чувствительна к начальным условиям. То есть в смысле математики теорию хаоса или хаотическое поведение следует понимать как некоторую существенную зависимость от начальных условий системы. А если мы хотя бы чуть-чуть начинаем отклоняться от начальных условий, то есть наши измерения с какой-то точностью, то в какой-то момент времени мы уже получим абсолютно другой результат. То есть это говорит о том, что мы не можем прогнозировать на сколько-то, скажем, дней вперед тот же самый прогноз погоды и так далее. Если система, она сложна. Ну и здесь, собственно, приведены, как сказать, некоторые аллегории, что вот он говорил, что взмах крыльев бабочки в Айове может вызвать торнадо в Индонезии. Ну вот, собственно, он это и называет эффектом бабочки. Наши реальности и будущее наполнены возможностями для создания уникальных материалов, разработок экологически устойчивых технологий и улучшения областей, в которых химия как наука играет ключевую роль. Казанский федеральный университет поддерживает молодых ученых и настраивает на свершение научных открытий. Конференции и премии, пожалуй, лучший для этого вариант. О премии Александра и Бориса Арбузовых в сюжете нашего корреспондента. Сегодня мир химии наполнен все большим количеством впечатляющих открытий. Ученые страны, любящие всем сердцем свое дело, продолжают труды предков. В центре этой динамичной науки премия имени Александра и Бориса Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых. В химическом институте имени Александра Михайловича Бутлерова Казанского федерального университета прошел очный этап премии. Панельные дискуссии привлекли внимание к вопросам, охватывающим широкую область исследований, от зеленой химии до использования новейших технологий в промышленности. Ученые делились своим видением развития науки на ближайшие десятилетия, а экспертная комиссия по достоинству оценили проекты. Здесь отбираются самые лучшие, самые, скажем таки, мощные работы в области органической, физической элементы, органической химии. Соответственно, есть определенный момент соревновательности, поэтому молодые ученые, которые пытаются реализовать себя в науке, конечно же, стремятся эту премию поучить. Ну, во-первых, это привлечение талантливой молодежи, это стимул для молодых людей заниматься научной работой. А премия, которая вручается по итогу проведения очного тура, была выбрана самая лучшая. В состав экспертной комиссии по присуждению премии Арбузовых среди молодых ученых Казани вошли ведущие научные деятели. Их опыт работы представляет большой вклад в развитие науки о веществах, их строения, свойствах и взаимных превращениях. Среди финалистов в защите своих докладов выступили исследователи из Казанского федерального университета, Института органической и физической химии имени Александра Арбузова. Казанского государственного аграрного университета и Казанского государственного энергетического университета. Темы докладов касаются самых актуальных проблем промышленности и быта, в которых сильна химическая составляющая. Моя работа посвящена синтезу антимикробных соединений. Сегодня проблема резистентности микроорганизмов к антибиотикам, антисептикам очень актуальная проблема. Поэтому моя работа посвящена поиску таких структур, которые были бы эффективны в отношении патогенных бактерий. Научное исследование в области химии продолжает преобразовывать мир, представляя все новые инструменты и знания для решения глобальных проблем. Учредителями конкурса на соискание премий является Исполком города Казани и Казанский федеральный университет. За 17 лет существования конкурса, участвовать в котором могут аспиранты и молодые ученые высших учебных и научно-исследовательских учреждений Казани в возрасте до 35 лет. Его призерами и лауреатами стали около 70 исследователей. Аделя Файзулина, Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости. В рамках Казанского международного лингвистического саммита 7 декабря в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовала международная студенческая научная конференция «Вызовы и тренды современной лингвистики». В течение двух дней пройдут сессии по шести актуальным тематикам и презентациям студенческих кружков. Обо всем подробнее расскажет Кристина Отекина. Конференция «Вызовы и тренды современной лингвистики» проводится при поддержке гранта Министерства образования и науки России на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих исследований. Главной ее целью стало обсуждение актуальных тенденций в лингвистике и вызовов, которые ставят перед наукой события последнего времени. Торжественное открытие состоялось в одной из аудиторий Института филологии и межкультурной коммуникации. С приветственным словом выступил заместитель директора по научной деятельности Искандер Ермакеев, который поблагодарил всех участников, реализующих лингвистические исследования и открывающих новые векторы развития в изучении языков. В рамках того гранта, который наш университет выиграл в этом году, один из очень немногих вузов Российской Федерации, грант Миноборнауки на проведение студенческих научных мероприятий в поддержку студенческих кружков. В рамках этого гранта проводятся несколько крупных мероприятий в рамках университета в целом, ну а наш институт организовал такую очень интересную международную студенческую научную конференцию «Вызовы и тренды современной лингвистики». Ребята будут выступать с докладами, заявлено достаточное количество докладов, они будут идти параллельно по нескольким секциям с утра до вечера. Первые докладчики уже начали сегодня, работают с 9 часов. Также на открытии конференции выступила заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Елена Горобец, которая рассказала о том, как реализуются научно-исследовательские работы изучения языков в Казанском федеральном университете. Участникам удалось подробнее узнать об истории тюркологической, лингвистической и лингвометодической школах и важнейших достижениях, которые помогли улучшить систему преподавания и обучению русскому, татарскому и тюркскому языкам, ознакомиться с работой научно-исследовательских лабораторий и подготовки полилингвиальных педагогических кадров. В мировой науке Казанская лингвистическая школа очень известна и, безусловно, Казань и Казанский университет всегда ассоциируются с Казанской лингвистической школой в том числе. Основателем Казанской лингвистической школы является ученый Иван Александрович Будуэнда Куртене. И его идеи, они легли в основу современных научных направлений, которые развиваются в Казанской лингвистической школе. Сейчас на современном этапе те исследования, которые в Казанском федеральном университете ведутся в области лингвистики, они были удивительным образом предсказаны представителями Казанской лингвистической школы, что очень важно. И в трудах прямо написано о том, что вот такие и такие научные направления, они будут иметь приоритет над другими. И так на современном этапе и получилось. Участие в студенческой конференции предусмотрено в двух форматах – онлайн и офлайн. Поэтому ребята, которые не смогли приехать лично, все равно защитят свои работы. Около половины будут принимать участие дистанционно, потому что по всем направлениям предусмотрена гибридная форма возможности онлайн-соединения через систему вебинар.ру. Но мы рады с тем, что многие ребята получили возможность самостоятельно приехать в Казань, для того чтобы принять участие в конференции. Студенты выступят с докладами по следующим направлениям. Русский язык в эпоху глобализации языкового пространства, татарские и тюркские языки в современном мире, романо-германские языки и методика их преподавания, теоретическая и сравнительно сопоставительная лингвистика и прикладная и экспериментальная лингвистика. По завершении конференции все участники получат сертификаты, а лучшие из них – дипломы. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости. Переедание Переедание характеризуется постоянным желанием принимать пищу без ограничения по кратности и порционности. Человек все время хочет есть, а сам процесс питания, в том числе пережевывание пищи, приносит успокоение. Чаще всего переедают пищу из обычного рациона в режиме постоянной добавки. О том, что такое переедание и как его избежать, разбирался наш корреспондент. Современный мир заставляет нас жить в условиях высоких скоростей. Постоянная работа и куча невыполненных задач заставляют пренебрегать полноценными приемами пищи и на ходу придумывать быстрые способы утолить голод. Подобные ситуации могут привести человека к расстройствам пищевого поведения, в числе которых значится переедание. На самом деле основной его причиной является стресс. Он провоцирует людей употреблять в несколько раз больше еды, а некоторым процесс сживания помогает быстрее успокоиться. Чаще всего такое расстройство пищевого поведения становится катализатором многих серьезных заболеваний. Вообще люди, страдающие перееданием, у них, как правило, лишний вес. Они страдают ожирением. То есть обычно это видно на УЗИ. Там есть признаки стеатоза, это накопление жира в печени, также может быть поджелудочная железа. И также часто бывает у таких пациентов изжоги, гастроэрфигиальная рефлюксная болезнь, эрозия в пищеводе. Это связано с повышением внутрибрюшного давления. Часто такие пациенты после еды ложатся или некоторые поднимают тяжести. И это способствует забросу желудочного содержимого в пищевод. И таким образом травмируется слизистая оболочка. После переедания человеку могут помочь несколько простых правил, которых следует придерживаться. Ни в коем случае не стоит принимать горизонтальное положение. При нем процесс переваривания замедляется. Именно поэтому стоит выбрать что-то среднее между действием и бездействием, а именно размеренные прогулки или небольшую активность, которые помогут быстрее облегчить свое состояние. После того, как вы переели, ни в коем случае не рекомендуется в течение двух часов ложиться, потому что также это способствует рефлюксу. Потому что при горизонтальном положении, при также ношении каких-то тугих поясов, бандажей, то есть это тоже все способствует давлению повышенным и тоже может провоцировать рефлюкс. На смену пищевых привычек нужно время. Большого вреда от разового переедания не будет. Если же вы замечаете, что переедание становится системой и вы не можете справиться с этим самостоятельно, обратитесь к специалистам. Врач-диетолог или гастроэнтеролог помогут вам составить рацион и выстроить систему питания. А психолог поможет разобраться с заеданием, стресса и эмоций. В рамках научно-просветительского проекта «Научная среда» в здании присутственных мест с лекцией выступил директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета Дмитрий Чекрин. Спикер рассказал слушателям о машинном творчестве, основных аспектах работы искусственного интеллекта и о том, как распознать в эпоху цифровизации творчество, придуманное нейросетями и человеком. На этом все. В студии была Медина Ульбекова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова